И всем привет, ребят! С вами Строманки, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня у нас четверг, а это значит, что у нас вышел долгожданный анонс. Уже вчера была у нас информация по поводу Хэллоуина, по поводу его старта. Ну а сегодня у нас самое интересное, это информация про мини-игру, про сладость или гадость. Пройдемся по ней и, конечно же, разберем список обновлений, который выйдет также завтра. Также сегодня выходил уже видеоролик с обзором и, можно так сказать, спойлером новых скинов на Викинг и Молот. Данная информация у меня уже появилась вчера вечером, поэтому сегодня я с утра уже вам ее смог предоставить. Если вы вдруг не смотрели этот видос, можете тоже перейти, посмотреть и услышать всю оценку мою по поводу скинов. Ссылочку в описании на этот видеоролик я, конечно же, оставлю. Вкратце пройдемся по самой еще мини-игре, не только по ее информации. В принципе, если вы участвовали в мини-игре, которая была у нас в прошлом году, то она практически идентична этой мини-игре. Ну и она продлится у нас уже с завтрашнего дня рестарта по 24 ноября. То есть, в сумме практически месяц, 4 недели у нас будет эта мини-игра в нашей игре. За выполнение каждой ежедневной заданки вы можете получить по 4 леденца. За выполнение специальной миссии по 40 леденцов и за каждый золотой ящик с леденцом по 1 леденцу. Также есть специальные предложения к Хэллоуину, которые можно приобретать с конфетами. И также можно покупать пакеты премиумки и танкойнов, которые также будут содержать конфеты. В принципе, в этом плане информация вся абсолютно такая же, как и была в прошлом году. Написано, как можно зарегистрироваться, как выглядят острова. Каждый остров состоит из 20... Вернее, каждый... Каждый чекпоинт состоит из 23 островов. И за каждый чекпоинт можно получать следующие призы. За первый чекпоинт, это просто один шок, один ход, вы получаете краску жуть. Дальше за второй остров, второй чекпоинт, вы получаете молот на подавление слот открытый 10 ядерок. Третье, Воспасмака, Легаси и Бландербас. По сути, Воспасмака была уже в одной из предыдущих мини-игр. Я, правда, не помню, что-то это было. Наверное, это ко дню космонавтики была мини-игра. За четвертый чекпоинт на молота, пульсарчик и кризис. За пятый викинг, демоник и броненосец. И за шестой молот, демоник. Так, прикольно, что разделили вот эти вот два предмета на две части. Возможно, это сделано с точки зрения того, что до пятого можно дойти, может быть, даже без доната. Ну, либо же это жесткая донатная формилка, которую будет очень-очень сложно пройти. Тут, как говорится, все зависит от вашего везения и зависит от того, какая там частота будет откидки в этом году. Также хотелось бы мне прочитать вообще, что здесь по откидкам. Первый начинается с чекпоинта. Мини-иград завершается после пяти игроков при достижении шестого. А, ну так по сути, да, так же самое и есть этих пять кругов. Просто за четвертый уже круг можно получить как раз-таки что? Но за четвертый круг уже получаем викинга-демоник. Вообще с кайфом. Круто. Круто, 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 круто очень. Так, единственное, я хочу посмотреть. Так, спец заданки с леденцами. Семь контейнеров, сорок леденцов. Все, короче, по семь контейнеров и сорок леденцов. Сто тысяч кристаллов заработать, десять тысяч очков. Тысяча звезд. Девятнадцать девять танков использую. Уничтожить, используя критический урон. Использовать овердрайв 69 раз. 39 боев оказаться в победившей команде. И девять раз в топ-3. По сути, все эти заданки можно выполнить. И они, я бы не сказал, что суперсложные. Посмотрим, что можно будет вообще получить на бездонате. До куда я смогу на бездонате дойти. Да, и насколько это все будет дело сложно. По спецпакам. Если вот этот вот спецпак стоит 20 тысяч, то это очень крутой спецпак. С двухсоточкой ультра 50 золотыми ящиками и 120 леденцами. И здесь, кстати, непонятно о том, сколько раз можно купить каждый спецпак. Если неограниченное количество, можно покупать эти спецпаки. Но вот это точно неограниченное количество можно покупать. А вот этот спецпак фиг его знает. Скорее всего, это будет единичная, единоразовая акция, как это было у нас раньше. И я не могу найти информации про откидку. Можно продвинуться на один, два или три острова вперед. Теперь при гадости на пути встречаются особые острова фортуны. Попадая на них, вы можете как перейти вперед, так и отправиться на пять клеток назад. В рамках одного круга каждая ловушка может работать только один раз. А, короче, по сути, все оставили так же само, как было у нас на День космонавтики. Здесь ничего абсолютно в этом плане не поменялось. Это очень-очень хорошо. В целом, что я могу сказать про сладость и гадость? Ну вот эти скины, это просто супер жесткая тема. Я безумно хотел бы их получить себе на основной аккаунт. Поэтому я буду делать и стараться все по максимуму, чтобы их получить. Давайте тушанем двухсоточку контентовых лайков и здесь, под этим видосом. Для моего, так сказать, арта жесткого. И попытки долететь до как раз-таки этих замечательных скинов. Посмотрим, сколько будет стоить этот спецпак. Если этот спецпак будет стоить две тысячи, то, наверное, я уже с первого дня сразу начну покупать эти спецпредложения на основном аккаунте, чтобы наверняка дойти. Если он будет стоить тысячу, то это вообще будет супер круто. Я еще меньше танкоинов потрачу и буду просто покупать спецпаки. Выполню эти заданки и буду лететь за скинами, чтобы наверняка их забрать, как это было с космосом. Я не хочу рисковать и не вижу в этом никакого абсолютно смысла. Поэтому если будет на то определенная цель, достигнута двухсоточка контентовых лайков, уже с завтрашнего дня я начинаю покупать спецпаки и начинаю лететь по нашей мини-игре. Благо, танкоины у меня есть. Так, ну и список обновлений. Самое интересное, самое интересное, что у нас появилось здесь. В ультраконтейнеры временно добавлены ВАЗП, огнемет, демоник. В принципе, по этому поводу информация уже была вчера. Исправлена логика переключения управления. Дроны больше невозможно снять с танка. Для экономии батареек используйте дрон Буррут. Всегда нужно играть на каком-либо дроне, если он у вас есть. Прикольно. Пушка молот, отдача снижена. Это ап, если что. Это буст пушки. Устройство дуплет. Разброс дроби больше не увеличивается этим устройством. Это значит, что дуплет апнули. Адаптивную перезарядочку занерфили. Время перезарядки кассеты увеличивается на 25% вместо 10%. Но если вы, в принципе, ваншотаете противника, то у вас всегда выстрелы остаются. Устройство легендаризировано. Дыхание дракона. Не понял, что это такое. Легендаризация устройства означает, что оно больше не продается за кристаллы. Доступно только из контейнеров категории Legendary. Дыхание дракона. Серьезно? Добавлено гарантированное наложение статус эффекта горения. Последний выстрел в обойме на 4 секунды. В случае критического урона, последний выстрел в обойме накладывает статус эффект горения на 10 секунд. Ептить. Это жестко. Это очень жестко. Магнитная картечь. Критический выстрел накладывает статус эффект 1 секунда. Последний выстрел в обойме накладывает на 2 секунды. Последний выстрел в обойме при критическом уроне накладывает на 3 секунды. Прикольно. Парализующая тоже 0.8. 1.5. Пробитие 3, 5, 9 Короче, бустанули Устройство на молота По статус эффектами Критический урон увеличивается на 100 вместо 70 Ой, блондер басик наконец-то апнули Можно будет все это дело потестировать Только пока что не знаю когда Пока что акцент будет у нас конечно же На хэллоуин На мини игру, на контент, на грязь И ну где-то может быть Мимолетные еще и видосы успею По этой темочке тушануть Если интерес будет Так, ну а с пинцом наоборот у нас Одно устройство апается Другое устройство А, тоже апается Креатрончик и спепилятор апается Магнетрон нерфится Тектоническая плазма Больше не снижает скорость снарядов Плазменный инжектор Время пробития с одной до полторы Боже, серьезно Блазменный дидераптор Больше не повышает скорость и дальность снарядов И не снижает скорострельность Викинга овердрайв работает 8 секунд вместо 7 Это ап викинга Ежедневные миссии на победу в боях больше не выдаются В недельных миссиях число звезд за выполнение любой недельной миссии снижено до 100 Ежедневная миссия завершить бой требует на один бой меньше Рост фонда в пробитвах на низких рангах увеличен до трех раз Х3 фонды Но зато при этом лимиты понизили Лимит ежедневный 15 тысяч кристаллов с премкой 66 Опыт 10 тысяч с премкой 22 Супер жестко в этом плане за нерфили Ну и в стандартные контейнеры добавлены устройства для твинса По сути все те устройства которые были доступны раньше только с ультраконтейнеров Интересная вот такая вот информация залетела у нас Пишите что вы думаете по поводу мини игры По поводу всего этого грязного контентика Обязательно поддерживайте данный видос лайком Если хотите чтобы уже завтра я ворвался в эту гоночку И постарался бэмсануть как можно раньше видос И дать контентика Двухсоточка Прямо вот двухсоточка до утра И я влетаю Я думаю что это реально Вот просто сейчас взять Поражать лайк И уже Я уже с утра начинаю грязно бэмсить Также не забываем подписываться на канал Нажимать на колокольчик Добавить не пропускать новые видеоролики Ну и не забываем про текст создателя контента Который находится в настроечках Нашей игры Сейчас у меня быстренько тут все прогрузила сделает Чтобы я его мог Показать Кто-то у меня тут залагала Наша замечательная игра В настройках В аккаунтике Мы лично и так и так темп Устанавливайте его Поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов На 20 тысяч танкоинов При том что итоги розыгрыш У нас будет уже через одну С небольшим неделю Поэтому у вас есть возможность Грязненько БМСануть по тегу Поддержать меня И поучаствовать в розыгрыше Кэшбэкнуть сверху бабки И заработать Контентовых И еще сверху кристаллов И танкоинов Которые я думаю Что лично Лишними точно не будет У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока